Федеральное казенное учреждение, исправительная колония номер 6, начали строить в ноябре 71-го и официально открыли в 1978-м году. ИК-6 – колония строгого режима. Здесь отбывают наказания мужчины, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Многие из них рецидивисты. Народ бывалый, опытный. В настоящее время в колонии находится порядка 1400 человек. В исправительном учреждении мы побывали вместе с представителями общественного совета Управления Федеральной службы исполнения наказания. Группа гостей посетила помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора. Начальник УФСИН Алексей Нецкин поинтересовался у заключенных, есть ли у них вопросы, жалобы, заявления. Как все смогли убедиться, в камерах чисто, порядок, без особых нарушений. Далее группа направилась в здание, где осужденные отбывают наказание в облегченных условиях. Есть система социальных лифтов. В соответствии с системой социальных лифтов, осужденные, которые имеют ряд нарушений, например, может быть в обратном порядке переведен с обычных условий, например, на строгие условия содержания. И наоборот, со строгих условий содержания, в связи с примерным поведением и трудом, признанием своей вины и так далее, может быть переведен на оборот, на обычные, а с обычных на облегченные условия содержания. То есть они работают в две стороны лифты. Как в сторону ужесточения для нарушителей, так и в сторону облегчения для лиц, которые соблюдают требования режима содержания, работают и положительно характеризуются. Сюда переводят тех, кто исправно работает, не является нарушителем порядка, отличается примерным поведением. В помещении, где проживают преступники, стерильно чисто, на полках цветы, на кроватях белоснежное белье, повсюду книги. Я здесь нахожусь 13-й год, много изменений было уже за эти годы, было по-разному, как говорится, ничто не стоит на месте, система меняется. В частности, наша колония изменилась, реформа и все такое затронули и нас. В облегченных условиях я нахожусь уже несколько лет, лет может быть пять уже, но поскольку само помещение было для этого создано совершенно недавно, то здесь около трех месяцев. По составу с нами здесь тоже осужденные, которые встали на путь исправления, заработали, кто на производстве, кто где. В общем, работяги, в основном, основная масса работяги. Жилая зона располагает медчастью, где работают специалисты в таком же режиме, как и на воле. Современный медицинский корпус снабжен всеми необходимыми кабинетами. Также на территории колонии возведена церковь. Она является приходом протерея Виктора Карлинова. Оказавшись за колючей проволокой, многие начинают каяться в содеянном именно здесь. В огромной столовой, где поварами являются сами же заключенные, которые, кстати, по всем санитарным нормам проходят медицинские осмотры и обучение, также чисто, стены украшены картинами и фресками. С питанием в колонии проблем нет, кормят без излишеств, но добротно. В меню с рационом на день входит даже молоко и мясное второе. В колонии трудятся почти все осужденные, за исключением пенсионеров, инвалидов и больных. Выпускают большой ассортимент продукции – швейную, трикотажную, столярную, собирают электророзетки, выключатели. Здесь одно из производств по изготовлению кольчужных перчаток и металлических фартуков для рыбной и мясной промышленности. Учреждения также специализируются на выпуске изделий с пластмассы для внутрисистемных нужд. Основным же направлением производственной деятельности является швейный цех по производству и пошиву верхней одежды для силовых структур. Как у вас работа проходит? Что изготовлено? Форма одежды для сотрудников, правоохранительных органов и тому подобное. Тяжело вообще на службе? Так-то нет. А сколько 6 лет? 6 лет 10 месяцев. В заключении экскурсии информационная группа посетила клуб, где общественные советы непосредственно сам начальник управления подвели итоги и ответили на вопросы осужденных. Беседа получилась довольно длительной, потому как вопросов поступило немало. Это и тема вегетарианского питания, и вопрос о длительных свиданиях с гражданскими женами один из главных, об условно-досрочном освобождении. Алексей Нецкин разъяснил заключенным все темы согласно российского законодательства. Сегодняшнее посещение, я думаю, что дало возможность представителям общественного совета посмотреть в реальности, как работает учреждение в целом, как осуществляется надзор за осужденными, как наказывают за те нарушения режима подразделения, и где эти нарушители содержатся. В том числе, наверное, может быть, основным мероприятием можно обозначить возможности осужденного трудиться, получать заработную плату и погашать иск, который в наличии имеется по решениям судов. Те вопросы, которые задавались как результат встречи комиссии с осужденными, а они у них наболевшие, видно, что осужденные, задавшие эти вопросы, они стремятся сами быстрее разрешить свои проблемные вопросы и оказаться на свободе рядом со своими родственниками, со своими детьми. Ну, это, с одной стороны, администрацию радует, потому что те мероприятия, которые проводятся внутри подразделения, они остались ими незамеченными, потому что если есть стремление домой, стремление к родственникам, к детям, это уже говорит о том, какие мысли осужденные вынашивают в результате пребывания в этом учреждении. Исправительное учреждение, в данном случае колонии, это особый мир, не похожий ни на какой другой, со своим укладом, распорядком и нравами. Но за стенами, огражденными колючей проволокой, жизнь все же продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok